Трагедия Виктории вновь была поднята не только местными СМИ, но и всеукраинскими. Спустя год после гибели детей, Слидство.Инфо провело свое журналистское расследование, по результатам которого был снят документальный фильм «Виктория. Трагедия пустоты». Слидство.Инфо выпустило 45-минутный документальный фильм, посвященный событиям, произошедшим год назад Виктории. «Виктория. Трагедия пустоты». Журналистами была проведена колоссальная работа по сбору данных не только по самой трагедии, но и того, почему спустя год на скамье посудимых оказались всего три фигуранта. Как так получилось, что лагерь на момент официальной сдачи его в эксплуатацию работал уже долгое время, там уже жили дети? Как так получилось, что ответственные за строительство и введение в эксплуатацию деревянных домиков люди допустили такое количество нарушений при возведении корпусов и почему чиновники не проверили здание, прежде чем вселять туда детей? Ведь о нарушениях знали еще задолго до пожара. В день переверки в деревянных корпусах, которые официально еще строили, уже жили дети. Саме это ей вразило наибольшее. К сожалению, на всех нарушениях, выявленных, я не помню. Но хорошо помню, что декларация на ввод в эксплуатацию была отменена, но даже после отмены декларации лагерь продолжал работать и в домики заселяли деток. ПЕСНЯ Скажите, пожалуйста, а понравились вам новые наши корпуса с рубой? Да! Правда, красиво? Так вот, ребят, я вам хочу сказать, что это все мы делаем для того, чтобы вы понимали, что мы не на словах, а на деле заботимся о вас. Не получив ответов на мучившие его вопросы, отец одной из девочек, Суни Мазур, пригласил в Одессу специалистов Независимого института судебных экспертиз Украина и специалистов из Международного института экспертиз Эстония. Слиство инфо стали единственным СМИ, которое присутствовало при исследованиях. Результатами работы независимых специалистов стали обнаружение детских останков, которые год, год пролежали на месте трагедии. И еще одного кипятильника. Как известно, по одной из версий следствия, причиной пожара стало возгорание кипятильника, однако теперь их уже как минимум два. Второй местные специалисты просто не заметили. Журналісти звернулись до керівника областной полиции, где расследуют загибель детей. Это первое интервью Дмитра Головина, что до трагедии в Виктории. Слідство инфо поцикавилося, чому не знайшли всех остальных тел и речевых доказов. Вот когда будет бумага, в том числе у журналистов, независимых экспертов, что данные фрагменты тел принадлежат гражданке такой-то, либо гражданке такой-то, тогда вполне возможно в прокуратуру и сам буду инициировать, чтобы в отношении тех, кто допустил служебную халатность при осмотре места происшествия, либо дисциплинарные меры воздействия, либо открытие уголовного производства. Но тем не менее, обнаружение данных фрагментов звучит цинично. Оно ни в коей мере не влияет на ход расследования и на факты, причина-следственную связь, возникновение пожара. Отчего возник пожар и вследствие чего погибли дети. Я знала, что, извините, не нужно не поводитись, потому что, когда находят какие-то детали, возникает вопрос, что с чем они не побачили следствие. Понимаете? Пепелище, на пепелище сначала было много вопросов первоначально, что пепелище не охранялось. На пепелище много людей проходило, выходило. В том числе эксперты, псевдоэксперты, знатоки и т.д. и т.п. Я не думаю, что могли подкинуть. Я не исключаю возможность, что могли пропустить. Но пока у меня не были заключения бумаги, что это фрагмент тел гражданки такой-то, либо гражданки Б, либо гражданки С, говорить об этом прежневременно. Точно так, как и о втором кипятильнике. Итак, глава полиции Одесской области Дмитрий Головин заявил, что без официальной бумаги невозможно говорить о том, важное доказательство или нет. По его мнению, это касается как останков детей, так и второго кипятильника. Как отмечает следствие Инфо, все следствие свелось к единому результату – признанию факта того, что в лагере не было надлежащей противопожарной безопасности. И за это судят директоры Виктории. После трагедии у Виктории суд арештировал табор. И одесская область продолжила строительство на его территории. Журналісти увидели, что там уже фактически споруджен еще один корпус. Также Одесская міськая рада пыталась снять арешт с Виктории. А мер Труханов не приховывает, что хочет восстановить работу заклада. Я уверен, что в Одессе Виктория являлась в этой трагедии образцовым коммунальным предприятием. Такого в Украине второго нет. Чего вы взбираетесь за пустой каталог? Когда позволят нам правоохранительные правоохранители наши, те, которые ведут следствие. То есть вы понимаете, у Труханова даже сомнений нет, что ему будет позволено. А ведь ему действительно, похоже, позволено абсолютно все. Посадовец наполягае, міськая рада контролювала будивництво Виктории. Утім, запевняет, особисто він ничего не знает. Ані про те, как взводили корпусы, ані про те, как выводили деньги. Мы создавали условия безопасности, в первую очередь безопасности. Выделили средства на это. Если в процессе выполнения работы подрядчиков, либо кем-то другим, не выполнялись те нормы, строители нормы, и были какие-то пустоты, вот это, я вам еще раз повторю, должно установить следствие. Кто нас, в том числе и меня, и нас всех, обманул. Вы хотите кошмарить Труханова, и вы сводите все к этому. А вы немножко шире посмотрите. Труханов ответит на все вопросы перед всеми. Проект, на котором вы там строили свою компанию. Я не строил компанию. Запомните, это вы строите компанию. Это вы строите компанию на лжи и провокациях. Вы не думаете, что там новый объект выдуется? На ваших билбордах висела Виктория, поэтому вы как политик и как городской голова вы должны найти ответственность, в том числе за этот объект. Конечно, конечно, вы не волнуйтесь. Про ответственность я, вы бы отвечали за ту ложь, которую вы несете со своих статьях. Самый Геннадий Труханов в 2017-м уроці выдав наказ про відпочинок детей в онновленному таборі Виктория. Після трагедії чиновники в мерії, які відповідали за будівництво табору, відстронили. Нині всі вони повернулися на роботу. Ані до тих, хто будував Викторію, ані до тих, хто виводив кошти з проєкту, ані до тих, хто приймав заклад в эксплуатацію, у офіційного слідства претензій немає. Полний варіант документального фільма, журналистського розслідовання, слідства інфо о трагедії Викторії. Смотрите в ефірі телекомпании «Круг».